Фенам-ФМ. 99,6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новая волна 80-х. Здравствуйте. В эфире программа «Содержание» на радиостанции Фенам-ФМ 99,6. И у меня, ее ведущего Александра Лепницкого, сегодня очень интересный гость. Сергей Попов, лидер группы «Жар-птица», «Алиби» и некоторых других ансамблей, знаменитых в свое время не только в Москве, но и в Подмосковье, откуда сам мой гость родом. Здравствуй, Сережа. Добрый день. Так расскажи немножко о том. Некоторые считают, что кроме таких центров, как Москва и Ленинград, ничего в русском роке не было, вплоть до появления Наутилус Пампилиуса из Свердловского рок-клуба. На самом деле это не так, поэтому я тебя в гости и пригласил. Ну, вот первый раз я гитару взял в руки в 66-м году. В 67-м году у нас появилась группа, ее возглавлял бит-группа, так это тогда называлось. Возглавлял ее Иштун Ланг, венгер, сын физиков, которых прислали в Дубно работать. Мы были девятиклассниками и организовали такой гитарный состав. У нас было пять человек. Играли всякую классику. Первую, ну, классику я имею в виду западную, то есть Битлз, Роллинг Стоунс, Кингс, Трокс. Первый концерт у нас был в мае 67-го года. И неужели это было не в Москве? Нет, это было не в Москве. Это было в Дубне. Где ты до сих пор, насколько я знаю, проживаешь? Да, до сих пор там живу и очень, в общем, как бы удовлетворен этим. Ну, Дубна в сознании, так скажем, москвичей, живущих в центре, связана всегда с элитной советской наукой. Да. Ты, наверное, тоже из этой среды или нет? Нет, я не из среды, не из научной среды. У меня мама была преподавателем пения, а папа руководил агитбригадой, отлично играл на аккордеоне. Понятно. Ну что, пора послушать вашу песню. Я думаю, что вы нечастый гость на московских радиостанциях. Песня «Окна». Когда она впервые была исполнена? И кем? Она написана в 69-м году в самом начале. Первым исполнителем была группа «Фобос». Который ты пел? Который я играл на бас-гитаре и пел. А то, что мы сейчас услышим, это уже как бы заново записанная песня. Но аранжировка сохранилась практически в первозданном виде, как мы ее играли в 69-м. Так я ее играл на этой записи. Сергей Попов, «Фобос», «Вербтица», «Алиби» с песней «Окна». Окна смотрят прямо на меня. Окна встали в ряд. Окна вечных путников манят. В тишине и во сне. Открытые окна. Открытые окна. Открытые окна. Окна. Ночью плачут под дождем. Окна днем блестят. Окна знают то, как мы живем. Много тайн сохранят. Закрытые окна. Закрытые окна. Закрытые окна. Я загляну в окна и усмехнусь, столкну. Городом целый мир. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окна, смерть найдут на пустырях. Окна, там молчат. Окна в старых брошенных домах. В спину мне свет глядят разбитые окна. Разбитые окна. Разбитые окна. Содержание. Русский рок в лицах. Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции Фином-ФМ 99.6. И мы с моим гостем Сергеем Поповым залезли аж в конец 60-х годов. На меня прямо вдохнули те чудные времена. Первые хиппи в Москве и в Подмосковье. Первые походы и первые сейшена. Что было после? Были ли какие-то события из 70-х, которые ты мог бы вспомнить? Потому что основная наша тема – это, конечно, 80-е. И, собственно, как это и является основной темой программы «Содержание». Но вот что было в это промежуточное десятилетие, скажем, с точки зрения Артема Троицкого? В 70-е годы кроме «Машины времени» ничего особенно не происходило. А у тебя есть другая точка зрения? Ну, у меня не то, чтобы другая точка зрения, но у меня точка зрения с некоторыми коррективами. Самые первые бит-группы, которые появились в конце 60-х, там, скажем, «Красные дьяволята», «Сокол», «Ребята», в которых Малежих играл, они в начале 70-х практически все ушли в профи. Что я имею в виду под профи? Это вот насаждаемый, как я считаю, жанр ВИА – вокально-инструментальных ансамблей. И сцена вот в какой-то момент, то есть я в 70-х по 72-й год был в армии, и когда я вернулся, оказалось, что, в общем, пусто на рок-сцене. Уже тогда, в начале 70-х это называлось рок-музыка. И какие-то отдельные ростки, отдельные всплески были. Вот первое, что я увидел, это группа «Лучшие годы», в которой играл тогда Андрей Макаревич. Это же называлось «Не машина времени». Да нет, потому что «Машина времени» же тогда уже вовсю существовала. Я же помню, я был на этих концертах, там же был лидером Грачёв. Да, Грачёв. Сергей Грачёв, он из Дубны, кстати. Да, и про него я читал очень интересную статью, про его крайне драматичную и несчастливую жизнь настоящего рода. Возможно, я её написал. Возможно, ты её написал. Да-да-да, была такая. Ну, в основном-то они всё-таки исполняли кавера западные. Да, и, кстати говоря, я вот сейчас многие воспринимают Андрея Макаревича как человека, ну, не супертехничного гитариста. Но тогда он уже играл «Синца Абин Лобиню» и «Вилла Зеппалин» на гитаре. Вот это я очень хорошо запомнил. Потому что, ну, это была шикарная, удивительная вещь. И когда приезжает группа из Москвы, которую практически никто не знает, и вдруг они начинают играть эту песню, это производит впечатление. Ещё там был Фокин, ещё там был Маргулис и был Кавагояр. Ну, хорошо. В итоге, как бы мы ни крутились вокруг да около, а всё равно без машины времени в 70-е годы, в общем, ничего из себя особенного не представляет. Но, так как две мои предыдущие программы были связаны с сегодняшним фестивальным движением, я хочу твоим приглашением подчеркнуть, что и в 80-е годы фестивальные движения, организация фестивалей и участие в них было едва ли не самым важным в жизни советских рок-музыкантов. Вот расскажи немножко уже о 80-х. Как вы восприяли после застойных 70-х? И ваше такое движение в сторону триумфального, собственно, выступления на рок-панораме в своё время. Я помню, мы в нём тоже принимали участие, где вы взяли просто гран-при со своей знаменитой песней об этом позже. А сейчас начало 80-х. Группа «Жар-птицы» существовала с 75-го по 84-й год. Потом в связи с делом в воскресенье у нас были неприятности, группу запретили, меня вызвали в горком, и третий секретарь по идеологии мне сказал, что ты не должен употреблять это название «Жар-птица», ты не должен быть руководителем, ты не должен петь свои песни где-либо. Мало того, ты не должен сочинять эти песни. Потом он взял чистый лист бумаги белый, дорисовал кружок в нём, разделил его пополам. В одной половинке написал «КГБ», в другой написал «МВД». Зачёркивая, КГБ сказал, но, видимо, он боялся прослушки, что эта часть тобой не интересуется. А вот, показав на МВД, сказал, а это ещё интересуется. Ну, потом был некий, значит, то есть по делу воскресенья выделили в отдельное производство. Дело Сергея Попова за распространение магнитофонных записей группы «Жар-птица». Но местные милиционеры, когда они получили из Москвы эти сведения, они просто сами за меня написали все объяснительные, за меня и за участников группы, и сказали, значит, «Серёж, мы под твоей песней знакомились с будущими жёнами, мы не могли тебя посадить, и отпустили с миром». Я думаю, пришла пора послушать очередную песню группы «Жар-птица» «Некрасивая». Да, одна из самых знаменитых. Жизнь как чёт или не чёт, Повезёт, не повезёт Каждому своя судьба Жизнь сладка и жизнь проста Не дана всем красота Людям часто не везёт Некрасивые Несчастливые Нет в девчонке красоты И глаза отводишь ты Чём же здесь её винов? Тихо плачет по ночам По недаренным цветам И идёт всегда одна Некрасивая Некрасивая Несчастливая Несчастливая Не нужна помада на губах Не заметит губ никто Несчастливая Слёзы портят краску На глазах Ей, наверное, всё равно Что ей делать, как ей быть Красоту нельзя купить Жизнь не повернёшь назад И в несбыточных мечтах Что-то шепчут на губах Трудно мне её забыть Некрасивую Несчастливую Несчастливую Ей, наверное, всё равно Содержание Русский рок в лицах Всё-таки, Серёж, ножки у всех советских ВИА выросли, конечно, из творчества рок-музыкантов Вот, собственно, песня 67-го года, насколько я знаю, прошлого века А уже в 70-е годы вот И темы эти про некрасивых девчонок И такого рода мелодии Вовсю эксплуатировались нашими ВИА Сейчас я сразу это вспомнил Ну, ты, значит, стоял у истоков ВИА Ну, в какой-то степени может быть Но оказался с ними совершенно не по пути А по пути тебе оказался лишь Московский андеграунд И вот я хотел бы про контакты 80-х годов Поподробнее от тебя услышать Потому что эта тема для меня совершенно неизведанная Как Московская область, рок-музыканты Такой огромной территории Как Московская область Контактировали с московскими, питерскими, уральскими, череповецкими музыкантами Устраивали фестивали Повспоминай После того, как я получил в 84-м году волчий билет Стал работать дворником и страховым агентом Потому что там не хватало мужчин И меня взяли Ну, с предупреждением Я, конечно, очень сильно переменил Поменял свои, так сказать, идеологические воззрения И первое для меня открытие такое широкое Рок-музыки современной Ну, естественно, я майка слушал, аквариум слышал, много чего слышал Но я поехал в 85-м году на фестиваль питерский Это была, по-моему, весна Еще на входе забирали фотоаппараты Забирали магнитофоны Вот, у меня было с собой три альбома «Жар птиц» Мы их очень хорошо оформляли, красиво Вот, и благодаря этим альбому я очень легко входил в контакт Это был год, когда впервые о себе заявила Алиса Вместе с Кинчевым во главе Я помню их выступление Помню, что был некий шок у публики от их выступления Я помню, что, не знаю по какой причине То ли это был некий снобизм То ли это была некая нерешительность Но мне очень запомнилось Так, как после выступления Кинчев сидел в коридоре На Рубинштейна 13 И мимо него проходили все питерские знаменитости И ни один не подошел И не сказал ему спасибо за выступление Или, ну, хотя бы какое-то отношение выразил Меня это очень удивило Ревность, ревность Была некая ревность, да, видимо Потому что Кинчев москвич Я был в гостях у Майка В его коммунальной квартире Его самого не было Он где-то был в отъезде И мы там справляли Вот в этой огромной коммунальной квартире День рождения его сына Выпивали на кухне Вместе с соседями Вот чисто по-питерски Вот в Москве такого, конечно, не было Я помню, что там, знаете Там 13 комнаток Одна ванная Несколько плит И что нет разделения между Рок-музыкантами, которые пришли Да, на этот день рождения Несколько человек И соседями Обычными самыми людьми Кто-то там огурцы тащил из подсовок Кто-то там, в общем, водку За водкой бегал Но это было, в общем, очень тепло Мне очень понравилось Был в гостях у Заблудовского Если мне не изменяет память Его папа имеет отношение к опере А помни, кто такой Заблудовский? Заблудовский – это соло-гитарист группы «Секрет» Вот Там был и Кинчев Естественно, был Заблудовский И мне понравился тоже демократизм В этой квартире С портвейном было туго С закуской было очень туго Поэтому, значит, портвейн заедали Макаронами с кетчупом И во время, вот, когда за ним столом сидит Человек 15-20 музыкантов Тут же лежит папа в домашних тапочках И читает газету И никто никому не мешает Вот это мне очень понравилось Ну, про Питер я и сам, как ты понимаешь Могу рассказать немало Я думаю, что нужно вспомнить И рассказать о том Что реально неизвестно О том, как это происходило в Дубне Подмосковье Что происходило там Потому что я помню, что Звуки Му Несколько раз приезжали в Дубну И нас там очень хорошо встречали И я так понял, что это было уже тогда Когда мы приезжали В 87-й год уже Рок-н-ролльное, намоленное место Видимо, ты как организатор Что-то там делал Вот об этом Ну, в 86-м году Когда немножко Так сказать, оковы цензуры ослабли Ты правильно сказал Что это намоленное место Потому что там И андеграундные художники приезжали И Высоцкий не раз был Много, в общем, таких вот Исполнителей Людей искусства Которых, ну, скажем Не особо показывали по телевизору Да, они были у нас и выступали А, кстати, ты расскажи Про, скажем, место Где происходили в Дубне Вот эти концерты Куда они приезжали? Ну, Дубна Это место, где располагался институт И располагается до сих пор Объединенный институт ядерных исследований Это был один из немногих По-моему, даже единственный Международный научный центр В Советском Союзе То есть там работали Во-первых, ученые из стран СЭФ Это Польша, Венгрия, Чехословакия Болгария, Румыния С Кубы были Представители из Франции работали Из Индии В общем, как бы Очень много было иностранцев Соответственно, режим там был Более-менее Вот в том, что это касается Искусства и культуры Более-менее ослаблен А значит, привозились Рок-вурналы, пластинки И у вас была информация Да, 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 конечно Конечно Мы, кстати говоря В 75-м году Одни из первых Вот я и мои товарищи Они скорее даже Они больше этим занимались Организовали музыкальный клуб В 75-м году Потом это называлось уже Дискотека И одни из первых Издавали рукописный Журнал о рок-музыке Мы ходили Потому что А как он назывался? Камертон Такое название Которое, в общем Как бы не вызывает Никаких сомин Камертон и все Советское название Да, советское название Но внутри Мы ходили по иностранцам Приносили им Сами добывали журналы Польские Югославские еще Кстати, говорю Очень много писали Журналы о рок-музыке Приходили и просили перевести Они нам переводили Мы все это печатали Вклеивали с фотографиями Ну максимум Этот тираж был Десять экземпляров И расходился по своим Передавался из рук в руки Это 75-й год Нифига себе Задолго до статей Троицкого В ровеснике Ну мы же не сами писали Мы переводили Тогда это было очень важно Из-за отсутствия информации О том, что касается музыки Что это из себя представляет Как это вообще играть Предположим Музыкантам Что нового вышло Ну естественно У нас были предпочтения Это там Пинк Флойд Предположим Леди Перпл Лед Зепплин Мы очень любили Мы отдавали предпочтение Этим группам И соответственно Когда в 85-е Потом особенно в 86-м году Чуть-чуть цензура ослабла Мы смогли приглашать музыкантов Одним из первых Была Бригадес Дважды приезжали к кино Был аукцион Естественно Звуки му были Майк Науменко Чаев Много очень исполнителей То есть концерты проходили Практически Не реже, чем Раз в два месяца Большие, хорошие концерты И был фестиваль Да, вот по-моему В августе 87-го В Дубне проходил Рок-фестиваль В котором мы не принимали Участие Но наши партнеры Коллеги по Рок-лаборатории Московской Как раз туда приехали И по-моему Ты с собой имеешь Какие-то записи С этого фестиваля Да, вот Несколько записей С этого фестиваля Сохранилось И вот, например Такая редкая группа Сейчас уже, в общем-то Забытая Как встреча на Эльбе И ее можно слушать А как называется Песня? Адель Мы ищем глазами Друг друга Как в странстве Союзный свет Серебристой луны Меня полотила Эфирное царство А ты смотри в зеркало Прошлые листы А ты, черная Мария А ты, черная Мария А ты, черная Мария А ты, черная Мария Удары вина Расслабляющей кели Не слышно порядок Стынки и папирос В руках Нежный палец Ебатый фига В глазах Путы слайды Губы твои Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры сделал DimaTorzok 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 тем фестивалей, где все экспериментировали. Это настоящий авангард. То, что сейчас действительно Фёдоров свои такие необычные пластинки выпускает в последние 10 лет, имеют, собственно, корни в этой песне, спетой аукционом в феврале 1988 года в родном городе моего сегодняшнего гостя Сергея Попова в подмосковном городке Дубна. Я хочу особенно похвалить дубнинских организаторов за то, что частенько вы приглашали неочевидные группы. Сейчас ведь, собственно, устроить концерт какой-то неизвестной группе мало вообще кто решается. А в 80-е годы, когда так много было групп, которые могли собрать кассу, это было просто... выбор был огромный. А вы, тем не менее, приглашали частенько группы совершенно, на мой взгляд, неочевидные. Вот расскажи, почему? Ну, мы чувствовали любопытство зрителей к этому жанру. Оно вообще, в принципе, везде было довольно сильным. Но в Дубне особенно. То есть, видимо, нам в то время уже зритель доверял нашей группе, которая организовывала концерт, что если мы кого-то привозим, это интересно. Ведь и Чаева, скажем, никто не знал. А такую группу, как «Тупые», ну, немножко страшно даже было афиши рисовать, что такая группа выступает. Но, тем не менее, публика пришла. Я, насколько помню, был практически полный зал на них, хотя их никто не знал. Я хочу рассказать немножко об этом проекте. «Тупые» – это такая арт-группа, в составе которой принимала, значит, участие. Я помню, очень интересно себя подавала. Тогда еще молодая красотка, а ныне знаменитая сценаристка, режиссер и телеведущая школы злословия Дуня Смирнова. Да-да-да. Будем слушать группу «Московской рок-лаборатории» с концерта в Дубне марта 1988 года. «Страшный русский анисанс» группа «Тупые». А европейцы, европейцы Все прыгают, все скачут И сто раз умирали И снова воскресают А русские амбалы, амбалы Все спят до сладкой спячки Потом вдруг как встанут, как встанут Да как замочат европейцем, европейцем И грянет страшный русский ренессанс И грянет страшный русский ренессанс А демократы, демократы Все кровь сосут и ноют И все с ума слетели Совсем уж обалдели А русские амбалы, амбалы Все кормят этих гадов Потом вдруг как бросит, как бросит Да как замочат демократам, демократам И грянет страшный русский ренессанс И грянет страшный русский ренессанс А урлобаны, урлобаны Все пьют портрейный водку Все пьют друг другу лица Потом вдруг как бросит, как бросит Да как придумают свой способ И грянет страшный русский ренессанс И грянет страшный русский ренессанс Содержание Авторская программа Александра Лепницкого О самом значимом явлении в отечественной рок-музыке Новой волне 80-х Я не ожидал Я не ожидал, что забытая песня Забытая, к сожалению, группа Тупые Сохраняет свою актуальность Да, да, да Вот я сам удивился Здорово, спасибо, Сереж Ну а сейчас мы будем подходить К фестивалю, который, можно сказать Переломил вообще ход истории Отечественной поп-музыки Разумеется, это знаменитый Подольский фестиваль Наверное, все-таки рок-музыки Ну хорошо Ну, знаешь, я отношусь Я стараюсь в последние годы Как-то объединить вот эти понятия Эти слова поп-музыка и рок-музыка Потому что во всем мире Рок-музыка как-то очень органично Вычленяется из мирового течения поп-музыки А у нас, к сожалению, из-за такой политики Центральных, федеральных телеканалов И радиостанций Вот, к сожалению, сохраняется какое-то нелепое разделение Будем считать, что Подольск – это рок-фестиваль Ну да, в общем, там эстрады-то и не было Да, не было Ну вот, расскажи 11-13 сентября 1987 года Это какой-то парк отдыха Да В котором тогда заведовал его директором Был крестный отец кинофестиваля Кинотавр Марк Руденштейн Угу И вот, значит, звук ему где-то на гастролях Потом мы страшно переживали, что мы не попали на этот фестиваль Но тогда был, если ты помнишь, конфликт Московской рок-лаборатории С ребятами из Урлайта Они принимали активное участие в организации этого фестиваля И, соответственно, никого, по-моему, из рок-лабораторских групп Не позвали принципиально из-за этого конфликта Что сказалось благотворно в том отношении Что вся рок-провинция смогла там действительно заявить о себе в полный голос И в первую очередь, конечно, это были группы ДДТ Наутилус, Пампелиус Но о них позже А я бы хотел узнать, как алиби, которые ты тогда играл, пел, писал песни Выступили на этом фестивале Каков был прием? Вообще атмосфера этого фестиваля Ну, атмосфера была, конечно, замечательная Тогда, вот в то время, важно было всем объединиться Всем друг друга послушать Кто что делает, как, где, в каких регионах Там и Нижний Новгород, и Новосибирск, и Прибалтика, и Москва, и Питер Это первое Второе, значит, мы друг друга увидели, так сказать, посмотрели друг другу в глаза Нам нечего было делить, поэтому все делали вместе Вместе добывали еду, потому что было с едой плохо Вместе добывали выпивку И, естественно, вместе выступали и друг другу, как бы, ну, может быть, несколько завышенно Там дарили комплименты, поддерживали друг друга То есть, вот с точки зрения вот этой поддержки со стороны музыкантов А уж тем более со зрителей Все было очень здорово То есть, например, мы, когда выходили на сцену Нас практически никто не знал Но когда мы уходили, нас уже знали, да? Вот, и мы старались ради этого Мы, правда, на самом деле не так уж плохо сыграли И со многими группами было так Но с тем же бомжем Никто не знал, кто такой бомж из Новосибирска Да, там отдельные личности, которые там, организаторы Или те, кто там, филфонисты какие-то, большие любители А в основном публика приехала на фестиваль послушать рок-музыку И вот эти названия практически ничего не говорили Они их увидели Или там имки, да? Бесприбавловская группа шикарная просто В этом отношении просто у всех открылись глаза Все вдохнули вот этот воздух свободы музыкальной и человеческой И это было такое настоящее единство На доброй основе, я бы сказал так Да, но тем не менее Песня, которую мы сейчас поставим Твой главный хит Песня «Не для них» Тогда она была очень актуальна Потому что общество было разделено на Собственно тех, кто держал в узде советских людей КПСС и вас И, к сожалению, эта песня спустя 23 года Сохраняет свою актуальность Потому что сегодняшнее разделение общества Ничуть не меньше, чем было тогда в 1987 году Я эту песню очень люблю Она всегда меня берет просто так за живое Я с удовольствием ее сейчас дарю Для радиослушателей нашей программы содержания Алиби не для них Когда я про себя читаю враки Из тех, что всесоюзным тиражом Я думаю, вот и дошло до драки И запасаюсь песней, как ножом Все вранье зачту, как комплименты Как повод снова петь, но не молчать Пусть стешатся, как могут В столице оппоненты Полслова не способны изучать Я пою, но не для них Я пою сейчас для вас Может быть, последний раз Может быть, последний раз А если должностные патриоты Меня вдруг учат родину любить Я думаю, что эта золотая рота Еще вчера могла б ее пропить Я родину люблю не по билету А так, как в детстве сына учит мать По нервам прокрутив Высоцкого кассету Я знаю, за что стоит умирать Я пою, но не для них Я пою сейчас для вас Может быть, последний раз Может быть, последний раз Как много развелось варья в законе А в кабинетах столбовых дворян Мутантов застывающих Поясном поклоне И ждущих посвящения Я петь смогу об этом очень долго К начальству аллергии Страду нет И потому мне хочется Вот той в вельможной Волге Не промахнувшись Плюнуть в след Я пою, но не для них Я пою сейчас для вас Может быть, последний раз Может быть, последний раз Я пою, но не для них Я пою сейчас для вас Может быть, последний раз Может быть, последний раз Мы только что прослушали Исполнение группы Алиби Своего главного хита Не для них С Подольского фестиваля 1987 года Как обычно, меня эта песня Так очень захватила И после этой песни Вы действительно Стали знамениты Ну да Да Эта песня нам очень помогла, конечно Я помню первое ее исполнение Когда Это начало Самой 1987 года Это было в Дубне Местный концерт Мне говорили Сережа, не пой эту песню Не пой Ну тебя посадят Посадят тебя Но я пел Да, сейчас мало кто Может себе представить Что 1987 год Был еще совершенно не очевиден И успехи Горбачева Мало кто в них реально верил Что он сумеет изменить Эту страну И что все это кончится Августом 1991 года До него еще было Четыре года Надо было их прожить Один из героев Подольского рок-фестиваля Лидер группы Бомж Ник рок-н-ролл До сих пор На вершине Своего Панк Удальства Да И он часто Болеет Надо пожелать Нику здоровья И хочется послушать Его песню С этого фестиваля С этого фестиваля Ты тогда уже с ним познакомился? Нет, я не познакомился Тогда с ним Я познакомился позже Но он произвел на меня впечатление Это точно на сцене Подольского фестиваля Ты, влюбленный нарцисс Такое бывает под героином В океане Соляриса Новый атолл И Нина Хаген Мать героиня Дрепстофарк Дрепстофарк Сегодня праздник Нина пьет Холодное пиво Дрепстофарк Находится в Москве А я в Сипири Мне без нины тоскли Ва-ва-ва-ва Комцовир Еболь Комцовир Еболь В Александровском парке Праздник Я глотаю Сикаретный дым Александровский парк Я в Москве Я в Кистины Делаю слыв Из-Инский зим Гаволь Из-Инский зим Гаволь Вечный холод Зима без снега Страшно мне От красных вагон Нина не хочет Петь свои песни Я хочу Выехать вон Ого-го-го-го-гон Комцовир Я воль Комцовир Я воль Их вильфраген Их вильфраген Вольствуйте Нина Хаген Нина Хаген Шолкопраун Кома Скажи Нах Москав Содержание Русский рок В лицах Ну что ж Ник рок-н-ролл Со своей группой Бомж из Новосибирска Тогда Можно сказать Впервые Стал известен Москвичам И ленинградцам Ну и по сей день Он со своей группой Третья душа И с рядом других проектов В общем восхищает Любителей панк-роком Мы продолжаем С моим гостем Сергеем Поповым Вспоминать Знаменитый Подольский рок-фестиваль Кстати В будущем году Отечественным меломанам Группа Геометрия Готовит подарок Выпуск DVD Live С Подольского фестиваля Он готовится Долго Долго Искались эти Битакамовские кассеты Были выкуплены И сейчас Ребята чистят их И наверняка Это будет Одним из Хитов Продаж Надеюсь Следующего Музыкального сезона Очень хорошо была Представлена Я помню Сибирь Да Помимо бомжа И каких-то панк-групп Я помню Что когда я Еще в конце 80-х Посмотрел Какие-то ВХСные Плохенькие Съемки С Подольского фестиваля На меня Самое большое впечатление Произвела Группа Калинов Мост И тогда Они собственно Впервые Так грянули Но у меня Значит Воспоминания Такого рода Первое Что удивило Публику Да Которая Была воспитана В какой-то степени На советских традициях Поведениях На сцене Это то что Лидер группы Вышел с папиросой На сцену Это было удивительно Это было первое удивление Второе удивление У них Немножко было Нецензурной лексики И третье удивление Когда они Заиграли Блюз Они играли Совсем не так Как его Как москвичи Играют И не так Как питерцы Играют Вот эта вот Энергетика Вот этого пространства Которое они представляли Они все это Вложили в блюз У них был Очень хороший гитарист Вот они Особенно выделялись Гитарист Лидер группы И барабанщик Басист Как-то немножко В общем Терялся на их фоне Но это Был знаете Такой энергетический Посыл Из Сибири И он пробил всех Никто ведь Тоже эту группу Не знал Ну будем слушать Я только Подумал о том Что возможно Они все-таки Ближе Ближе к Тихому океану Чем Мы с тобой Да И вот эта близость Позволила им Придумать И блестяще Исполнить В Подольске Прекрасную песню Посвященную Джиму Моррисону Честное слово Калинов мост Подольск 1987 год В городе Парижа В начале июля Я столкнулся Я столкнулся с ним Когда играл в прятки Он рвал свои стихи Пил душевский И плакал Его поджидала смерть И он знал Его лицо изрытое Траншея без сомнений Успокоилась Покрылась Слои и пыла Я спросил у Лобора Куда Джим собрался Он шепнул На небо И улыбнулся Честное слово Честное слово С душами Юлия Запомнил Как он номерал От зона вдохновения Целая вечность Я трижды мог пропасть Пока ее умерел Звериное чутье Выручало в слепой Дороге Я встретил Магикан Для которых Честь Абу И холеных Фаворитов Что он Бесится Жиру У первых Был внимательным Учеником Вторым Грызался В глотку Магикан Магикан Истеркан Молвой О распятой Люби Изранены Баграми Языкастых Пророков Я медленно Ступал По дымящей земле И мучился Жаждой Может быть Мне просто Повезло Воронью В сердцу Назло Мне не дали Загидуть Прорветей Помогли Залечить Раны По тропинкам Узким Кришает По обрывам Ледяны Градникам Живым Провели Меня Непозор За охраной Содержание Русский Рок В лицах Напоминаю Вы слушаете Программу Содержание На радиостанции Финам ФМ 99.6 И только что Мы с моим гостем Сергеем Поповым Лидером группы Алиби Жарптицы Прослушали Песню Фестиваля Подольск 1987 Это Дима Ревякин И Калинов Мост Честное слово Ну а сейчас Честное слово Сережа Но нам уже Пора Прощаться Вопрос который Я хотел тебе задать Вот те фестивали Они Сохранили Актуальность Для наших дней Есть ли Что-либо Общее Так скажем В воздухе Разлитом вокруг нас Сегодня И может ли Рок-музыка И сегодня Как-то изменить мир Как она сумела Изменить это В конце 80-х годов Ну вот Если говорить честно У меня большие сомнения На этот счет Значит С одной стороны Происходит опопсение Да Рок-музыки В плохом смысле Этого слова С другой стороны Рок-группы В то время В 80-е Представляли из себя Коллективы Сосредоточие Талантливых Неординарных Людей Если сейчас Рок-группа Это лидер И нанятые музыканты То тогда В общем Соотношение было таким Скажем Из 4-5 человек Половина Это были личности Которые Хотели себя реализовать Остальные Остальные были люди Музыканты Которые им сочувствовали И которые им помогали Не играли за деньги Играли за так За идею За интерес По крайней мере Алиби Была такой группой И Наутилус Помпириус Была такой группой Насколько я знаю Из разговоров с ребятами В то время Да и позже Как только Лючности Которые Хотят себя реализовать И которым Есть что Сказать Людям Пойдут Неважно В рок-музыку Или еще куда-то Этот жанр расцветет Пока я этого процесса Не вижу Я вижу Постепенное Медленное Угасание Идеи Рок-музыки Когда на фоне Запопсованного Рока Есть несколько фигур Которые продолжают Держаться И которые По-настоящему Представляют Ну Уже так вот Сильно Потертый русский рок Я бы сказал так Да И так получается Что Настоящих Буйных Мало Да То Как Да Правильно Абсолютно И поэтому Песня Исполненная Группой Наутилус Помпилиус На фестивале Подольске В 1987 году Знаменитая песня Скованная Цепью Актуальна до сих пор И боюсь Что в ближайшее время Цепь эту Так никому И не удастся Расковать Какая-то она Получается Это Заколдованная Золотая цепь Как из пушкинской Сказки Царя Салтане Золотая цепь Над Убитом На этом мы с вами прощаемся До свидания До свидания Содержание Авторская программа Александра Лепницкого О самом значимом явлении В отечественной рок-музыке Новой волне Восьмидесятых Живи По своим Правилам Финам-ФМ 99,6 Финам-ФМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok